здравствуйте с вами снова интернет канал максима и это вторая серия второго сезона по игре gta 5 introduction нифига кувырок какой получился поворот прям короче говоря я немножко нарушил в предыдущей серии попутал порядок заданий с первым прохождением последняя миссия которая была пройдена первой серии сафари на районе должна была быть пройдена в этой серии во второй я что-то перепутал она должна быть пройдена в этой серии ну ладно что-нибудь придумаем тогда так секундочку лёха пишет короче так извиняюсь короче мы переходим к тревору эта серия должна начаться с задание которое у него должно быть до тревор ты угораешь надо мной тревор натуре ты угораешь надо мной ладно я это обрежу чик-чик ха-ха оторвался ой кошмар кто-то привет тревор это брэд из тюрьмы наверное это двойник или еще кто-то он умер я видел фотки из похорон я это знаю почему ты меня не навещаешь сейчас не время для свидания до тревор думает что брэд жив на самом-то деле письма дэйв нортон ему пишет привет из сэнди шорс мы по тебе скучаем как лосантос слушать тут появилась толпа разных психов которые за всеми шпионит они не нравятся решительно никому а мне они еще и мешать исполнять обязанности директора я думаю ты должен вернуться и помочь мне и остаться здесь навсегда как мы договаривались я боюсь что у нас антасе тебя съедят ящерки они действительно там живут с того как ты на весь музей пропащим байкеров начались проблемы у него вообще будто исчезли со земли их похитили наверное но я думаю что они еще вернутся в городе про тебя спрашивали какие-то китайцы кажется те самые с которыми ты хотел заключить сделку но это я точно не знаю любом случае по тебе скучаю вот директор хватит ныть зарабатывать деньги а если придет туда другой делай как я показывал ледорубом по затылку и ты и мозги через соломинку точно 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 не трав артериале угораешь где-то уровень розыска набрать успел и псих ты меня пугаешь что ты вроде норм кореш надо перететь когда с франклином или без кофе да естественно как мне нравится этот фургон а тревер тревер это что-то хороший парень почти как родственник верно же флой да точно тревер но дело в том что у меня было мало женщин найти подходящую тяжело а дебра мы хотим пожениться и все такое так что по чудесно но боюсь она что она меня бросить ведь это же ее дом мистер малина мистер малина погиб смертью храбрых процессе доставил огромное удовольствие одинокому человеку меня не очень большой член девушки смеются когда его видят а ну покажи нет покажи блин не 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 хочу какой ну вот смотри ничего выдающийся нет задачи он справляется легче стало ладно вы говорите что ты про туда работаешь да да посмотри на меня сэр вы не могли бы убрать свой шланг да я работаю порту и там наверняка будет что-то интересно для таких людей как я ну я не не знаю а что вы за человек я тот самый человек флойд тот самый давайте-ка вместе переоденемся ты уэйд и твой маленький бренд спрот давайте прокатимся туда дельмены врата в америку нас ждут рон у нас есть человечек в порту лос-андреса я отправлю всякую информацию хочу чтоб ты помог мне составить план понятий мне так не хватает вы знаете где этот порт я знаю сколько времени а утро чудак пирс 400 но уже флойд что у тебя там есть я же говорю точно не знаю сэр задавайте более конкретные вопросы мы хотим что-нибудь украсть сэр я украл карандаш в насельной школе и мы до сих и до сих пор жалею об этом флойд всегда был тормозом сэр прошу вас просто скажите что вам нужно я сделаю что вы там нашли но в том-то и дело я не знаю что мне нужно пока тут как с внукой надо все сначала описать и смотреть если увижу все узнаю я все равно ничего не слушай в том году через порт лос-андреса прошли грузы стоимостью 213 6 миллионов миллиардов долларов я не хочу угонять грузовики с ананасами я хочу реально что-то мужское раздобыть военные все такое ты должен делиться информацией о грузах мы не знаем что в контейнерах да и ценников то нет может и заметил нечто странное какую-нибудь необычную вижу вообще тут крутились эти типы из мэриоза мэри уэзер секьюнити констайл пинг частная армия на службе те чуваки что замешаны в войнах 12 странах мира которых недавно разрешили действовать соединенных штары похоже на то значит порту орудуют наемники и что же они там охраняют есть один сухогруз знаете после ваших слов мне кажется что он какой-то странный сухогруз чудесно я могу его осмотреть они близко не подпустят и к нему никого не подпускают они хуже псов один раз мой напарник ральф да в жопу твоего ральфа мы должны посмотреть на это корыто что-нибудь еще еще одна группа мэри вэзер тридцат склады и mc так они суют туда-сюда на катерах говорят что-то испытывают ладно про это тоже мы с ним пока просто проведем разведку доки лосантоса здесь открывайте дверь а вот и босс мне надо отмениться запомни флойд все может очень быстро накрыть так туда заходить туда нельзя иначе нас рассекут рассекретят сразу же эмиссия провалится надеюсь у тебя крепкий желудок заходи давай иди и побыстрее пожалуйста и покажешь мне эту сухую да он вон там у вас тут туда-сюда вертолеты залетают вообще ну знаешь этих больших кранов но это закрытая воздушная зона они никого не пропускают туда без разрешения если понадобится собьют а если кому-нибудь нужно быстро войти или выйти но у нас есть порт а береговая охрана какая есть катера малые корабли быстрого реагирования поддержка с воздуха от них сложно будет уйти особенно с груза возможно мне придется запрыгнуть тебе на спину я просто сказал что на воде у них все схвачено вот сухогруз о котором я говорил ух ты нифига себе что в контейнерах нам знать не положено они помечены как ромейский груз правительства что же с ними не так когда правительственные штуки приезжают мы сразу же к ней грузим это свой груз уже тут давно ты вам не любопытство будешь на два часа парни из мари везер устраивают форесту веселую жизнь до танкеры очень большой и интересный нам нужны двое людей для этого погрузчика давайте-ка вы надо перевести пару контейнеров это не просьба это приказ ну естественно приказ как пожелаете приказ может задавить этого хрена я думал вы просто хотите заценить место если не возьмем контейнеры у вас попросит предъявить удостоверение а я уже нервничать начинаю ты всегда нервничаешь расслабься ну только рядом не всегда кузын боится всем один надеюсь он выдержит и не проболтается все будет супер он сейчас команде мышечка парень счастлив только когда и когда гавна зашиворот ему суют звучит это озвучивать не самые знакомые запоминающиеся диалоги непросто с первой серии было проще так вот те самые контейнеры что нам надо подобрать так эти погрузчики реально офигенные машины ничего правда не видно если повыше поднять то можно увидеть хотя из-за этой штуки тоже все равно плохо видно я бы врезался бы наверное сейчас туда да мне эта миссия честно говоря не нравится не люблю контейнеры таскать да где-то здесь надо по-моему разгрузить так задний ход новый год уже будет довольно скоро так давайте опустим теперь ты счастлив сейчас 2 при прием надо получше этот сухогруз рассмотреть к сожалению подобраться ближе нельзя мне надо заснять фотки отправить их моему корешу рону надо разглядеть эту штуку как следует здесь есть краны краны супер твою твою я думаю пока не заподозрили еще я случайно наехал ну ладно ладно еще еще один контейнер как я не люблю это делать а вот вот серьезно не люблю не люблю эти чудеса творить слушай а чей фиг надо облизнуть чтобы на работу устроиться а раньше грузчики надрывались на работе а ты просто тележку толкаешь как супермаркет и ты получаешь за это за маленькую зарплату не буду показывать у тебя лучше не буду лекаться пока что поставим здесь наверно надо было так тот подальше поставить если это все то я лезу на кран чё не чё телефон нельзя вытащить блин как печальное время посмотреть хотел эй а некогда любоваться красотами я уже тот час крановщика жду у меня нет лицензий на управление краном хочешь чтобы я сюда позвал представителя профсоюза чем скорее ты залезешь в кабину тем скорее мы уйдем Ну, если что, ты отвечаешь. Так, я на месте, что делать? Погрузите контейнеры на грузовики. Сначала поставь кабину над контейнером. Так. Так, на другом конце площадки. Блин, еще одна мини-игра, которая мне не нравится. Неровно стоит после того, как я заделал другие контейнеры. Ну, вон, надеюсь, вроде бы выровняется помаленечку. А, друг. А, это колесиком мыши надо. А, один есть. Да, говоришь, не обучен. Давай, жми еще раз, другой конец, и начинай с начала. Еще один контейнер. Ух, я уже устал таскать эти контейнеры, честно говоря, мне серьезно. Да, они снегом покрыли. Их не так хорошо видно. А, я опять забыл, что надо колесиком мыши, а не контролом и шифтом это делать. Да, грузовик плохо видно, конечно. О, и пропал снег сразу же. Правосоюз считает, что работать дольше вредно для глаз. Так что сделай перерыв. Да. Какой здесь большой вид. Можно сделать пару снимков. Для своего сынишки, так называемого. Хотя он старше меня. Да, у него телефон с трещиной на экране. Так, передняя часть корабля. Выглядит. Хорошо. Блин, подойти ближе нельзя. Видимо, он из Мариуэза. Задняя часть корабля. Вот так выглядит. Ну и... Ой, не туда переключился. Куда? Кому отправить, да? Отправка завершена. Очень быстро. Босс, я получил фотки. Накопаю инфы и перезвоню. Гуд, гуд. Так, спускайся. Осторожно и не упади. Если отсюда упасть, то разобьешься точно. Ой-ой, не падай, не падай, не падай, не падай. Ух, хорошо спустились. Драйвер, вы хотите увидеть тот склад? Поехали. Этот грузовик сейчас никому не нужен. Да, внутри выглядит неплохо. Сидения прям такие идут. Так, не буду читать, потому что... С таким прицепом лучше на дорогу смотреть. Если вам интересно, сами читайте. А то я один... А то я в первом прохождении читал и врезался прямо в... Прямо в цистерну с бензином или керосином. Горючей жидкостью, в общем, и взорвался. Можете посмотреть, если интересно, как это было. Ты у нас есть работа. Что? Мерый? Нет! Флойд! Это мерый. Ты униоризованный лонгшормен – один из лучших работ в стране. Ты убил людей вокруг Лапуэрта, и это, что ты делаешь? Тогда я буду тебя. Так я жалю. Вот, вот в один из этих я врезался Вон, вот в этот я врезался и взорвался В первом прохождении В этот раз я такого не допущу Эй, стоп! Здесь проезд закрыт, запретная зона Да что вы говорите? Не понимаю А вот здесь указано Что можно проехать сюда Эй, куда ты собрался? Шмак! Назад! Он, наверное, запутался Парень не говорит по-английски По-русски Извини Сейчас я тебе не смогу помочь Вот злые какие Хуже тугарцев, блин Тревор, эти снимки Это же находка Это же корабль Мэри Уэзер Да, да, знаю Расскажи мне про корабль Если один человек станет на мосту с пушкой А второй проберется на борт У нас будут все шансы захватить корабль Похоже, у них подпал бы еще контейнер Какой-то правительственный груз Вероятнее всего, военная техника Да Я только что нашел грузовой манифест Наверное, это та штука, которую они испытывают в море Теперь давай за работу Ищи еще информацию Да, конечно, я разузнаю про Мэри Уэзер Где-то у меня было нужное досе Да, вот такой вот Гелендваген Едем обратно в квартиру Флойда Это я уже обрежу Чик-чик Хорошая машина Мне нравится, но дорогая Чересчур, дорогая Денег своих не стоит О, господи Что это ты тут устроил, блин? Я пытался это остановить Но оно Все шло И шло Но будет, будет Уэйт Честно, упорный труд не для тебя Ааа, фу Вам удалось получить что нужно? Да, да, более-менее Осталось только разработать план А это подойдет Эта баба его даже не красавица Почему Флойд позволяет ей так собой помыкать? Уэйт Тут все в заниженной самооценке Нам нужно его реанимировать А теперь И так Супер Понаблюдав за ними Я могу уверенно сказать Что эти дебилы Из Мэри Уэзер Секьюнити Охраняют что-то весьма ценное Думаю, у них там Их две штуки Но нам одной хватит Одна из них хранится на сухогрузе В контейнере У них там полно охранников В этом корабле У них там подозапас, наверное И как только мы начнем все воздушные наземные морские пути Порт будут перекрыты Они отмечены красными крестиками Нам придется взорвать корабль И захватить груз Прямо под водой Нам нужен парень, который установит бомбы Парень с винтовкой, который присмотрит замок Который заберет ту штуку, которую я присновали Конечно, это означает, что нужно украсть подлодку Вторая штука Такая же Где-то под водой находятся Они управляют всем из дока Нам понадобится подлодка также И вертушка побольше Мы отправимся туда, найдем эту ерундовину под водой Притащим сюда и выясним, что это такое Сюда? В квартиру? Ладно, так что мы решаем Грузовой корабль или подлодка Короче, в первом прохождении мы с вами выбирали грузовой корабль Потому что он мне нравится больше Мы выбираем морскую авантюру Потому что, как я и обещал В зимнем прохождении мы будем выбирать другие варианты грабления Для разнообразия Выбираем морскую авантюру Подлодка Глубоководное приключение Ну пусть будет так Вы с Флойдом нам поможете Еще мы возьмем Майкла и его стажера Так, ладно Откуда этот запах? Мы идем к местному профсоюзному боссу Тут, Уэйд, мы получим травму на рабочем месте Человеческие отбросы, просочившиеся упоры И, к сожалению, они уже не будут нормально это все делать Вам нельзя тут оставаться Ты же член профсоюза О, ты посмотри на него, понюхай Тревор, я поверить не могу, что ты планируешь ограбление у меня на работе Ты осквернил мистера Малину и бог знает, что еще ты натворил Вы повредили Девру Послушайте, это женщина и профсоюз Это все, что у меня есть Может быть, мы спустимся на трамвозах? Ну, если тебе совершенно безразлична судьба твоего кузена Тогда ладно Но на твоем месте я бы поразмыслил над этим Нет! Никакого полоскания Не любишь мыться, да? Такого я бы терпеть долго не стал Фух Такая вот миссия долгая, капец Какой срач тут творится в квартире Ужас просто Это просто пипец Ну, пипец Вообще Просто невозможно О, Тревор, привет Майки Слушай, мне нравится Лос-Антес Я здесь в своей тарелке Завтра делаю свою первую очистительную клизму В общем, у меня есть на примете одно выгодное дельце Да? Хорошо Еще бы нехорошо Слушай Не надо кое-что подготовить, но перспективы весьма радужные Я хочу, чтобы ты привел того парнишку, с которым ты тучишь Франклина Ксавель Ты хорошо будешь в воздушный транспорт? Возможно, тебе стоит взять пару уроков в улетной школе А это еще зачем? Овель Ты пожалеешь, если не довудишь и не последуешь моему совету Я вот не знаю, обязательно ли летную школу проходить Она Она, по-моему, она, мне кажется, она не менее сложная, чем летная школа в GTA San Andreas Так что потрудиться придется Весьма Так, посмотрим Майк, мы оба, что пилотирование не самая твоя сильная сторона Тебе надо потренироваться Обратись в летную школу, чтобы не пересрать все дело Да что ты говоришь Так Магазины, на которые мы подписаны Ну и так далее Я все понял, я все понял На время сколько? Шесть утра Я уже думал, у меня время на паузе стоит Но нет, все в порядке Так Что бы нам сделать? Летную школу посетить или? Не надо Да я вот, честно говоря, не помню ее обязательно проходить или не обязательно Ну Она находится здесь Давайте на Тревора переключить, может у него задания там найдутся, я не знаю, или летную школу обязательно пройти надо Да, видимо летную школу надо пройти обязательно Ну давайте попробуем заняться идем Я Это Награбление уже проворачивал В таком варианте Летную школу начал проходить, но не полностью Не полностью я ее прошел В общем-то говоря Ладно, давайте съездим туда, почему бы и нет Не хочу летную школу, не хочу Но, блин Надо же выбрать другой вариант ограбления и посмотреть на него Так что Поехали Чик-чик Летная школа здесь Перед входом в аэропорт Ну давайте попробуем, ладно Первые задания там будут простые Довольно легкие А вот Следующие уже будут Реально Сложные Тренировочный взлет с полосы Я в принципе умею летать на самолете Добро пожаловать в летную школу Меня зовут Джексон Я буду вашим инструктором Ну ладно, дело Посмотрим, удастся ли вам подняться в воздух, не угробив себя или кого-то еще Три, два, один Гоу Начнем с простого взлета Тягу до предела, чтобы набрать скорость Убрать шасси Отлично, мы в воздухе Пролететь в контрольные точки Ну тут самолетом-то легче управлять, чем ГТА Сандрикс Поэтому Тут летная школа полегче, наверное Но все же я не смог ее всю пройти до конца Когда играл Неплохое начало, вы молодец Да, разумеется Первое, пройденное Ой, кошмар Как приземлиться Попробуем Конечно Сначала Летали Взлетали Теперь приземление Вновь зашелись Продолжение следует... Черт Пре, пре Не успел затормозить Ладно, еще раз попробуем Да, зимой Полеты на самолетах Ну вообще зашибись Видимо, летную школу надо обязательно пройти, чтобы На ограбление начать Потому что других заданий пока недоступных я не вижу Есть Отлично Перевернутый полет Да, выполнять пару трюков Начнем с бочки Блин, мне так глаза кружится Вы что делаете-то? А, ну да Сначала взлететь надо Восемь и пять Это я знаю Это для взлета и посадки Нужно Ого, отлично Несколько бочек подряд А мы не упадем Три бочки подряд Раз Два Три Ого Отлично Самолет наравне Перевернутый полет Да вы что, издеваетесь? Это же тяжело Будет Блин, ну вообще На ней Мы как будто Реально Облако у нас огромное Или остров летающий Сверху Ну вообще офигенно Отлично Педаль Полет на ноже По-моему Все необязательно Выполнять задание Полет на ноже Полет на ноже Ну давайте попробуем Я не думаю Что эти трюки Нам пригодятся Для ограбления Это вряд ли В этом уроке Вы усовершенствуете Навыки владения Рукояткой И научитесь Удерживать самолет В курсе Если он наклонен В любую сторону Это умение Пригодится В более поздних уроках Да Точно Вот это уже Реально посложнее Давай взлетай Какой красивый Самолет был Да Эта летная школа Все же легче Чем в санадресе Хотя бы Из-за того Что самолет Направлять легче Отлично Это довольно легко Конечно Довольно легко Воздушное лихачество Пролетите По городскому маршруту На малой высоте Ну вообще Офигенно Вот это уже Реально сложно будет Пролететь через контрольные точки Это уже реально Я по-моему Даже не смог Это пройти Ладно Попробуем Один раз Если не получится То наверное Закончим По-моему Я Бросил это проходить И все равно Дальше Мог продолжить Подготовку К ограблению Наверное Эта серия Будет В отличии от первого Прохождения Называться Не разведка В порту А летная школа В первом прохождении Никакой летной школы Мы с вами не проходили Она была не нужна Потому что мы выбирали Другой вариант ограбления Мы выбирали сухогруз Короче говоря Если кто-то не понял Объясню Что мы должны украсть То ли атомную бомбу То ли еще что-то Всего их две Одна из них Хранится Под палубой Сухогруза Внутри Самого корабля В контейнере И еще одна Находится Где-то Очень глубоко Под водой Очень глубоко Понадобится Подлодка Одну из них Нам надо украсть Я выбрал Тот Который Под водой Глубоко Второй вариант Впечатляет Действительно Если я пролечу Хотя бы Одну из них Будет вообще плохо Так еще В воду бы не упасть Это будет Упаду в воду Будет очень плохо Я что-то теряю Управление уже Понемногу Я помню Один раз Все контрольные точки Пролетел Но Время закончилось Время Слишком много Потратило Не прошло О Неужто я прошел Отлично 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 А что садиться Не надо Ну ладно Мне же лучше Приземление Посадите Самолет на Загородный мост Да вы что Издеваетесь Что Ну блин Вообще В этом уроке Я научилась Уполнять Экстремию Осадку Надо посадка Чтобы была мягкой А Нам никуда Лететь Загород Не нужно Нам просто Надо чисто Приземлиться На этом Маске Так Сбрасываем Скорость Самолет Шататься Что-то Начинает Тормози 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 Куда ж ты Полетел Дебил Попробуем еще раз Что-то Не снижалась Скорость У него Сейчас Так Давай Сбрасывай Скорость Скорее Скорее Сбрасывай Скорость Тормози 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 Отличная Посадка Кто сказал Что люди Не летают Мертвая Петля Но это Этот В принципе Не сложно Вот только Она нам Точно Не пригодится Для Грабления Ничего Я ее Сделаю Так он Ровно Сейчас Вроде Летит Еще раз Выравнив Самолет Надеюсь Надеюсь Я никуда Не врежусь Охо Отлично Еще один Трюк Объединит Мертвую петлю С бочкой Хо-хо Ничего себе Это как так Вообще Выполнять Мертвую петлю Когда Окажется Снизу головой Перевернуть Самолет Отлично Получилось Вроде Отлично Пилотирование Улучшено Поэтому Давайте Закончим Проходить Я Первый Ладно Все Хорош Хватит Мы Повышили Пилотирование Повышено Этого Думаю Этого Нам Хватит Точно Спасибо За уроки До свидания В аэропорт Я еще Вернусь Когда-нибудь Ух Ладно На этом Мы закончим С вами Эту серию Всем Спасибо За просмотр С вас Лайк Подписывайтесь С меня Опечный Видос Подписывайтесь На мой Второй Канал Ну и на Группу Вконтакте Тоже Подождите К Оденься Нормально Так Наверное Чуть Попозже Нам Дадут Задание А Во Тревор Я видел Подлодку В доках На корабле Дейзи Ли Надо Обрезать Трос И найти Переключатель Окей Отлично Теперь Мы можем Достать Подлодку Это Мы будем Делать Уже В следующей Серии Подготовимся К ограблению И сделаем Его А Еще Вертолет Угнать Нужно На Военной Базе Надо Туда Запрещено Заезжать Появляться Поэтому Будет Довольно Трудно Его Украсть Короче Все Это Мы Сделаем В следующей Серии А пока Что Всем Спасибо За просмотр С вас Ликос Подписывайтесь Я это Уже Говорил Подписывайтесь На мой Второй Канал На Группу Вконтакте Тоже Говорил Всем Пока Субтитры 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 Субтитры